И Святаго Духа. Аминь. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали слова о хуле на Духу Святого. И сказано было так, что хулившему Сыну Человечеству проститься, а хулившему Духу Святаго не проститься. И в некоторых людях эти слова вызывают недоумение, что есть хула на Духу Святого, спрашивают они. Если я мысленно произнес какую-то хулу на Него, или постарался как-то оскорбить его в силу того, что мыслями своими управлять не могу должным образом, зачтется ли это в страшный грех? Нет, не зачтется. Ибо хула на Духу Святого есть активное действие человека. Это не просто какая-то мысль, пришедшая в голову. Это именно активное противостояние с Ним. Когда человек, понимая, что идет против того, что мы называем волей Божией или промыслом Божиим, обманываясь сознательно себя и других. Когда он, употребляя свои силы, свое положение для того, чтобы служить лжи. Еще в одном изначале сегодня говорилось о том, что знающий волю Господина и не творящий ее будет много наказан, а не знающий, наказан будет меньше. И вот было время, когда Павла или Савла, да, по-другому. Бог призвал к служению себе. И несмотря на то, что Савл был гонителем, он не вменил это ему в великий грех, но очистил его, и тот прозрел. Он не наказал его сверх меры. Он лишь на время его лишил зрения. И, казалось бы, да, Савл активно гнал христиан. Он преследовал их как злых еретиков и участвовал в их избиении, в их убийстве. Однако же, заметим, что за хулу на Духа Святаго это ему не вменилось. Ибо он не имел представления о том, с кем он борется. Но есть люди, которые знают, с кем они ведут борьбу. И чаще всего они не объявляют себя врагами Божьими, а напротив, напротив, как те самые фарисеи и саддукея называют себя служителями и друзьями Божьими. лицемерие есть страшная личина, которая скрывает в себе смертоносный яд. И истинные хулители Святого Духа это люди, которые лицемерно соблюдают предписанное. Но при том не имеют в себе никакого рвения к спасению прочих. Я все соблюдаю, я праведник, остальные все грешники. Так они рассуждаются. И употребляют данную в Писании благодать не для спасения мира, а во осуждении прочих. Это страшное состояние, которое может быть со стороны кажется праведностью, а на самом деле ничто иное, как гордыня. Человек говорит себе, вот я соблюдаю посты, вот я молюсь на дню многократно, вот я посещаю храм в положенные дни, вот я еще что-то делаю, и так далее. А вот они ничего не делают, никакое же их спасение. И тем самым отвергает наличие спасительного промысла об остальных. Ставит себя препятствием между остальными и их спасением. Это ли не дьявольская уловка? Ради чего тогда ты пришел к спасению сам? Чтобы остальных погубить? Вот эта ложная праведность, она комом в гордости стоит и никак не может двинуться дальше. И сколько людей попало в сети этой ложной праведности. Вроде бы есть такие селения, где люди живут в соответствии с канонами и законами. А придешь к ним со стороны, да, они тебе и воды не дадут. И за общий стол не позовут, потому что ты для них изгой, ты для них грешник, потому что ты не такой, как они. И они в этой изоляции живут и почитают лишь себя праведными, потому что все остальные для них несусветные грешники. И переубедить их очень сложно. Очень сложно. вот так подменяется заповедь о любви делами закона. А они не столь благодатны, да. Ведь еще в одном Евангелии, который мы сегодня читали, Иисус говорит следующее, что кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет, да. И люди часто думают, что это о десяти заповедях. нет, ни в коем случае. Это не о десяти заповедях. Это всего лишь о двух. А точнее даже об одной. Любите друг друга. Но часто люди смотрят мимо, да. Они ищут, чтобы такое соблюсти, чтобы показаться праведным. И умножают свои труды напрасно чаще всего. И умножают свою ревность в отношении других напрасно тоже чаще всего. А любви как не было, так и нет. Вроде чиркаю спичкой, да, а дрова не зажигаются. Никак. Потому что старания не употребляют. Мы не видим других себя таких же. И от того очень скорбно сегодня. Люди настолько разделились, что соединить их обратно кажется делом непосильным. Им удобнее жить в таких капсулах, где никого ничего не касается. Где человек человека не впускает свой мир. Очень удобно. Ну к этому все идет на самом деле. К этому все идет. К полному разобщению людей. Какие-то высказываются идеи над над какие-то неимоверные идеи. Догоним и перегоним очередные, как было в советское время. А так и стоим на месте. Почему? А потому что никто не видит в этом никаких перспектив. Не спасаются люди вот этими идеями. люди спасаются живым отношением друг к другу. Для этого надо путь соли съесть, иногда нужно для этого и пережить какое-то потрясение бывает, чтобы наконец-то научиться ценить то, чем раньше пренебрекал. Приходится. Но радости от этого конечно нет. Нет желания желать потрясений кому-либо, но есть желание донести очень простую мысль. Любить это значит понимать. Это значит принять человека в себя, познать его и не осудить, как минимум. И не осудить. А иначе мы пытаемся идеями как-то внешне подогнать детали друг к другу, а механизм сам не работает, он не оживает. Знаете, человека можно разобрать на запчасти, пальчики отдельно, органы отдельно, косточки отдельно, а собрать обратно уже живого не получится, не будет работать. Вот так мы и мучаемся. Мы пытаемся заставить жить идею, вот этот набор, а он не может жить без человека, который стоит в середине этой идеи и горит ради того, чтобы другим было светло и тепло. Оттого, пытаясь делами закона заместить благодать. Мы впадаем в жуткое томление, в уныние, в невозможность дальше идти. Часто складываем руки, садимся, опускаем их и признаемся себе в собственной беспомощности духовной. Не можем, конечно, не можем. Еще Иисус говорил, да, возложили на людей бремена неудобно, сильные, да, кто понесет? Кто понесет эти бремена? Можно, знаете, вот сказать сердце, да, ну, если я прочитаю миллион молитв, Господи, помилуй, за день, да, наверное, будет еще лучше, да, ну, да, кто же будет читать их, да, а другой скажет, а два миллиона, а три скажет, а может пять миллионов молитв прочитать, да, помните, да, как бы я была царицей, да, вот это все, да, вот так человек часто увлекается идеей, а они не жизнеспособны, мне часто представляются Россия, знаете, в каком образе, да, вот сидят начальники, да, в телении, а ложка одна, и она слепая, и вся уже такая, как бы сказать, старая, старая, они ее кнутом погоняют, погоняют, да, и кричат, вперед Россия, вперед, да, а она уже и, собственно говоря, через два шага сдохнуть готова, от натур, страшно смотреть на все это, да, идеями сыт не будешь, и сил от них не прибавится, если у них нет благодати, то имитировать ее дело бесполезно, также часто человек имитирует благодать себе, да, для того, чтобы казаться правильным, это тоже одна из разновидностей, вот этой хулы на Духа Святого, имитировать ничего не нужно, нужно жить, жить и быть честным, и не бояться жить, очень важно, да, знаете, я вам скажу проще, чего мне бояться, если кто-то знает о моей грехах, да, наплевать на все, наплевать, потому что, если я стыжусь тех, с кем я сейчас, здесь, то, я никуда не смогу попасть, дальше, вокруг меня еще полно существ, совершенно необъяснимых, и если я боюсь тех, кто сейчас со мной рядом, как я буду относиться к тем, кого я даже и не вижу, я не говорю о бесстыдстве, но я говорю о констатации фактов, о возможности признаться самому себе, в том, что живешь, не прячешься ни от людей, ни от Бога, не стараешься сделать о себе хорошее мнение, а живешь, как умеешь, для того, чтобы познать добро и зло, и найти путь к тем, кому-то действительно нужно, ведь каждый из нас ищет себе подобных, тех, кто его наконец-то поймет, помните, как в сказке о гадком утенке, он нашел наконец-то тех, кто его понял и принял, остальные считали его великим грешником, потому что он по их понятиям уродливый, а он просто взял и однажды вышел на встречу и сказал, да, я такой вот уродливый, но лучшего, чем вы, я не видел никогда в жизни, и поэтому я не боюсь, очень важно жить и не бояться, не пугать себя, не пугать других, как говорят, чего быть, тому не виноват, да, кто боится экзамена, тот делает ошибку, потому что уже изначально себя пугает тем, о чем чаще всего не имеет представления, да, и вот он сидит бедный, потеет, нервничает, да, а потом выходит счастливый, да, вроде бы сдал, да, потому что там тоже люди, так и суд в отношении человека, да, он сидит, боится, вроде и это пережил, да, не нужно бояться, не нужно себя накручивать, иначе мы убежим раньше, чем все начнется, тогда от чего стоили наши усилия, да, духовные, живите и смотрите на жизнь прямо, да, и друг другу в глаза смотрите тоже прямо, в том плане, что, знаете, нам по большей части скрывать друг от друга нечего, людям нечего друг от друга скрывать, боятся, что тебе подумают плохо, да, ну, как же это мелко, да, если я боюсь здесь, что я скажу там, а я скажу там, Господи, ну, вот такая жизнь, такая жизнь, да, такой экзамен, и мне искать-то больше нечего, вот так жил, так и живу, так и, собственно говоря, понял жизнь, да, но если я буду брать и маски менять одну за другой, грош цена моим усилиям, верно, так и так, аминь, всего дня, еще раз. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...